Русские новости для человека читающего Только читающий человек действительно развивает заложенные в нем природой или Господом Богом способности быть человеком разумным Для русского человека обязательно что-нибудь читать постоянно То есть ни одного дня не должно проходить, когда человек не мог бы ответить на вопрос Какую книгу ты читаешь? Мне приходится читать много книг одновременно, поскольку есть и текущая публицистика Есть интересы, связанные с русской классической литературой Есть интересы профессиональные Кроме того, мне присылают массу всякой литературы Те люди, которые считают, что они сочинили что-то выдающееся Чаще всего это ошибочное убеждение И люди начинают писать, не начитавшись по той теме, которую они считают уже вполне освоенной И которая будет для них предметом исследований и в дальнейшем какой-то гордости за выполненную работу Конечно, чтение должно начинаться с того, что делает человека частью своего собственного народа Частью его культуры, гражданином Обычно на это отводятся школьные годы и некоторая часть юности Потом, наверное, основное время для чтения занимает специальная литература Но если кто-то занимается политикой, то обязательно политическое чтение И желательно не столько текущей публицистики, сколько фундаментальных работ За свою жизнь человек вряд ли прочтет больше тысячи книг Ну пусть будет это пять тысяч книг Но даже эта цифра ничтожна в сравнении с тем, что написано даже просто на русском языке Поэтому надо отбирать только необходимые, только самые важные книги Если в области, которая близка вам профессионально, вы можете определиться с тем Или, по крайней мере, услышать совет тех, что именно читать И вообще-то надо по своей узкой специализации прочесть все И читать еще текущую периодику, скажем, если вы занимаетесь наукой Вам надо знать по своей теме абсолютно все И когда, скажем, кто-то выходит на защиту диссертации Он должен знать практически все значимые публикации по данной теме И может быть много и малозначимых публикаций Но которые могут быть взвешены, оценены как действительно малозначимые Или пренебрежимо значимые Тем не менее, надо обязательно опираться на знание всей литературы по данной теме Чтобы какие-то суждения высказывать К сожалению, у нас такая вот интеллигентствующая публика Как будто вот она родилась еще где-то во второй половине 19 века Такие вот разночинцы Дети кухарок Чего-то где-то прочли И уже начинают писать, высказывать свое мнение И, конечно, идет поток невероятной глупости Просто невероятной глупости Люди не знают, о чем они вообще пишут Какие-то слухи до них доносятся И вот они, давай уже начинать заполнять страницы своими бреднями Которыми набиты мозги их просто до отказа Почему это происходит? Век информации Мы-то считали, что век информации создает для всех условия доступности знания Оказывается, что нет В голову вливается куча всяких помоев И из этих помоев формируются какие-то суждения В особенности страшно для русского человека превратиться в русофоба На основе вот этой зачерпнутой, не пойми откуда, помойки Которая заполнила мозги И уже туда ничего не вылезает Ни одна мысль здравая уже туда проникнуть не может И мне с такими людьми, честно говоря, уже и не хочется разговаривать Потому что сегодня свое мнение никто вообще не меняет Если у человека есть какая-то способность к осознанию того, что ему говорят Есть способность к восприятию, способность учиться Тогда еще какие-то шансы есть Но подавляющее большинство тех, кто уверенно заявляет о своем, например, знании древнерусской истории Вообще ничего не знают То есть не знают по данному предмету совершенно ничего Я не являюсь специалистом по древнерусской истории Но тем не менее я знаю достаточно, чтобы отличить профана от человека, который пишет, по крайней мере, профессиональные тексты Мне присылают всякую чушь, а уж не говоря о том, какие комментарии приходят в сети, в социальных сетях в ответ на какую-нибудь реплику Например, какой-то пласт людей, может один из сотни, но уж больно это активная публика Считает, что русы когда-то там пять тысяч лет назад, может пять миллионов лет назад Им в общем-то все равно завоевали Китай Давайте мы вот это все будем обсуждать, картиночки какие-то рисовать Что мы там завоевали в своем прошлом При этом люди этого типа не склонны вообще ни к какой деятельности, приближающей великое будущее России Которое, как мы надеемся, все-таки предстоит То есть все топится в болтовне о вот этом древнем китайском прошлом русских людей Чего, конечно, не было и даже рядом не лежало Разговоры на эту тему вести можно о том, что там были некие там рыжебородые светловолосые племена Которые там кого-то там завоевали Но это к теме русской истории не имеет ровным счетом никакого отношения И суждения по этому поводу могут выносить только глубокие профессионалы А люди профанные лучше бы помолчали в тряпочку Лучше бы проветрили свои мозги от разного рода мусора, который мешает им просто быть русскими Просто быть русскими Знать русскую историю А эта история древнего Китая с какими-то белобородыми, рыжеволосыми людьми К русской истории не имеет ни малейшего отношения Ни малейшего Также и всякого рода ведисты, ведуны, ведуноиды Которые почему-то решили, что есть какие-то славяно-арийские веды Их, конечно, не было, нет и быть в принципе не может И вся эта история с географией является чистой выдумкой либо конца 19 века О чем уже позабылось, либо прямо КГБшной выдумкой, которая формировалась для того, чтобы разрушить русское самосознание Отвратить людей от истинной русской веры, которой безусловно является православное христианство И никакой другой единой веры у русского народа никогда не было Все россказни о славянском язычестве Это россказни людей абсолютно безграмотных, невежественных И поэтому превратившихся в русофобов Которые противопоставляют историю дохристианской Руси Истории Руси христианской, которой уже тысячу лет И они ненавидят христианскую Россию для того, чтобы придумать В полном смысле слова придумать ту Русь, которой никогда не было и никогда не существовало Какие-то там чуть ли не миллионные города, которые жили в трипольской культуре Даже в более-менее профессиональных текстах встречается цифра 20 тысяч человек в трипольском городе Но это все вранье, потому что из чисто экономических соображений Города такого размера существовать не могли на этой территории Ну и взгляните, где эта трипольская культура и когда она существовала В это время никаких русских не было и в помине Родиться можно в любом веке, в любому народу, как и любому человеку Господь Бог определяет, когда ты родился, когда ты уйдешь из этого мира И так же и народы когда-то рождаются Русский народ родился не три тысячи лет до нашей эры Он родился в первом тысячелетии нашей эры А точнее, явно после пятого века, когда впервые упоминаются славяне И славяне себя славянами не называли никогда Это названия, которые дали им те летописцы, которых тогда и не было у славян Ну не было их, что поделать Нет ни одного текста, который бы до нас дошел Все эти глупости там с какими-то резами, которые где-то там находят на камнях и пытаются что-то читать Настолько это бессмысленная глупость, что говорить о ней не хочется Она абсолютно непрофессиональна Это люди, которые никогда не были лингвистами Которые пытаются читать это русские надписи задом наперед или вперед-назад А они на самом деле и в ту и в другую сторону писались В этом ничего не было И даже писались по кругу И даже хитроумными по хитроумной траектории буквки Ставили специально, чтобы запутать будущего читателя Ну вот путанников таких полно И люди просто погружаются в полное историческое невежество Зачерпывая из фантазий людей, может быть и хороших, но бредящих наяву Всякую историческую помойку И вот она заполняет головы Когда нам говорят, ну а что собственно вы предлагаете Какой у вас образ будущего, какая у вас идеология Я всегда отвечаю, все уже написано по нескольку раз Ну сколько можно об этом говорить Ну берите и читайте те книги, которые уже написаны Те брошюры, которые уже выпущены Нет, этого мало Давайте мы еще по истории пообсуждаем Пообсуждаем, но начнем с идеологии Я вот представлю книжку, брошюрку, которую мы выпустили Это документы партии Великой России Вот такая брошюрка Почти 100 страниц Точнее не почти 100 страниц, а 104 страницы С теми подробностями, которые необходимы Все идеологические тексты собраны воедино Коротко о партии Программа партии Программа восстановления прав и свобод русского народа Программа первоочередных мер правительства национальных интересов Программа государственного строительства на период национальной диктатуры Декларация о правопродолжении Концепция экономической политики Концепция национальной политики Формирование современной русской нации Концепция возрождения казачества Русская правда о войне Имеется в виду Великая Отечественная война Коротко о лидере партии Краткая история партии Этический козекс И основные термины Вот и все 104 страницы На обороте Тут ваш покорный слуга На обложке Лобарум Символ партии Симпобедиша Великая Россия И лозунг Воля нации Смерть олигархии Вот такая брошюрка нами выпущена Она может быть предоставлена тем Кто интересуется идеологией Не просто интересуется Нам голый интерес не нужен Собственно политология уже умерла И никто идеологиями не интересуется Но не пишут про идеологии Не полемизируют об идеологии Потому что все разошлись уже По своим квартиркам И в своих кельях Что-то там пишут сами для себя Мы не для себя Вот мы выпускали документы Мы превратили их Вот в такую брошюрку Это документы Начиная в основном с 2012 года По сегодняшний день По весну 2017 года Вот такая брошюра может быть предоставлена Выслана Конечно соратникам мы раздаем ее бесплатно Тем кто интересуется со стороны Мы ее можем продать по незначительной цене В 2009 году вышла вот такая брошюра Уже неоднократно я про нее говорил Это не брошюра Целостный текст Национальный манифест Авторы наряду с вашим покорным слугой Сергей Петрович Пыхтин И Игорь Михайлович Калядин Вот здесь на обороте есть их фотографии Эта брошюра уже Можно сказать в течение длительного времени распространяется Она свободно есть в электронном доступе Бесплатно распространяется Но вот в виде брошюры В основном она разошлась среди тех Кто интересуется фундаментальными вопросами мировоззрения В данном случае национальный манифест Это национальное мировоззрение Которое может быть выработано Не только в рамках русской культуры Но и в рамках других культур Мы, русские люди, заинтересованы в том Чтобы общаться с народами Которые имеют национальное мировоззрение И желательно, чтобы на территории России Было одно национальное мировоззрение Русское, а скажем на территории Франции Французское, на территории Германии Немецкое и так далее Всякий исторический народ Образовавший свое государство И удержавший его до современности Должен удержаться и в рамках Национального мышления Национальной культуры И национальной политической культуры Мы должны этим заниматься Если мы хотим быть русскими идеологами Или русскими пропагандистами Или просто русскими людьми Которым нужны какие-то сжатые формы Изложения русского политического мировоззрения Которое и есть русский национализм Есть книга, которая продолжает распространяться Не так интенсивно, как хотелось бы Вот это сочинение В 500 страниц В который интегрированы Мои, по крайней мере, мысли О том, что такое основа идеологии Здесь политологическая концепция дается Очень важные вопросы Которые волнуют сейчас многих Ну, например, кровный вопрос Который в русском движении Приобрел неожиданную популярность Как только люди узнали Что существует такой термин Гаплогруппа Или генетический код Или что-то в этом роде Люди где-то что-то почитали Где-то что-то услышали И уже начинают делать Всякие обобщения Которые совершенно непрофессиональные Которые совершенно перевирают То, что пишут ученые Ну, эту тему надо знать Ее надо погружаться И осваивать специальную литературу Если вы уж судите по этому Или относиться с доверием к тому Что написано теми Кто уже прошел этот путь Ну, не каждому надо проходить этот путь Не у каждого есть время У меня было время Я это прошел И политологический экскурс И антропологический И все то, что вы хотели бы узнать Об основах идеологии О нерусском в России Что, собственно, противостоит Русскому мировоззрению Ну, вот в том числе Вот это псевдоязычество Язычников, которые являются Не язычниками А просто превращаются Очень быстро в русофобов Вот этот Вот для них Тоже это нерусское в России Это в том числе И вот эти аберрации русского самосознания Которые обращаются Не к русской национальной истории Не к русской идеологии Не к русской культуре А к выдумкам Злонамеренно, как я полагаю Внедренным и распространяемым Здесь и в социальных сетях И в тех лживых передачах Которые, скажем, есть на некоторых центральных телеканалах И, в общем-то, на государственных телеканалах Они тоже встречаются Для того, чтобы заморочить людей Создать иллюзорное представление Об истории России И русском самосознании Государственно-политический проект Что такое империя, что такое нация Что такое государство Почему нужен унитаризм Что такое и почему должна быть национальная диктатура В чем позитивный реваншизм И так далее Государство-церковный проект Это один из сложных моментов Я пришел к выводу, что церковь от государства Если действительно церковь существует И государство хотя бы в каком-то виде существует Отделиться не может Но в какой форме это объединение происходит Это вопрос Это симфония вокруг духовно-нравственных ценностей Или это фальсификация и государства И религиозной жизни У нас фальсификация религиозной жизни Происходит с февраля 1917 года В тотальном масштабе При массовом отступлении большинства клира От православной веры Тогда она произошла и до сего дня не закончилась И во главе всего этого стоит сейчас Группировка так называемых экуминистов Западников, католицистов, криптокатоликов Которая сейчас захватила власть в московской патриархии То есть по сути дела Хозяйственное управление русской православной церкви Превратилось в такую доминирующую инстанцию Которая объявляет кому служить, кому не служить в церкви Кому проповедовать христианство, нести слова Христова А кого можно отстранить и загнать куда-то Так, чтобы никто и не увидел, и не услышал, и не узнал С тех пор, как было с епископом Диамидом Вот здесь описывается в подробностях Как произошло отпадение церковников от церкви От церкви Христовой И что собственно нужно делать Каков так называемый царский путь А этот царский путь никак не отделим от понимания государства В рамках которого русская православная церковь и может только существовать Не в виде фальшивки, а в виде действительно той институции Которая формирует русское национальное мировоззрение Ну и тут о русском национальном движении Об организационной концепции И некоторые документальные моменты Связанные с тем, что мы называем русским мировоззрением Вот русская идеология Книжка, написанная мной И те, кто желает ее получить Могут мне написать по электронной почте И мы договоримся о присылке Но есть и то, что надо читать до всякой идеологии Ну скажем, романы Достоевского надо прочесть И все Их надо прочесть просто все Хотя они и бывают сложны И даже при жизни Достоевского Его триумфальное признание русским обществом состоялось Можно сказать, в предпоследний год его жизни При торжествах, которые были организованы При поддержке государственной власти того времени В 1880 году При открытии памятника Пушкину в Москве Большие торжества И вот тогда впервые был Достоевский признан Надо прочесть все его романы Если вы пока не способны прочесть Ну надо читать что-то попроще Как я всегда рекомендую Начните с «Капитанской дочки» Повести Белкина, Пушкина Читайте сначала Произведения Пушкина Они просты Великолепный русский язык Который сразу ложится в голову Ну а, конечно, высший полет русского мировоззрения Это понимание Достоевского Я тут почитал вот такую книжку Из полного собрания сочинений Письма Достоевского Ну это уже после того, как вы прочли все романы Понимаете, что к чему И вот когда читаешь письма Их много здесь По перечню, которым заканчивается Вот этот 30-й том И то это книга первая 30-го тома Это почти тысяча писем Почти тысяча писем При том, что Достоевский страшно не любил писать письма Здесь тысяча Хотя, конечно, не все тексты являются Какими-то существенными для русского мировоззрения Но когда читаешь подряд Переписку с женой Переписку с друзьями С издателями Видишь, насколько тяжело Русскому гению Даже в том государстве Где подавляющее большинство русских Где русский государь Русская армия Русское дворянство Но уже вполне не русская интеллигенция Русская по рождению Но не русская по мировоззрению Насколько тяжело Просто даже сводить концы с концами И преодолевать бытовые неурядицы И именно поэтому признание пришло В 1880 году А умер он уже на следующий год И по сути дела Он ни триумфом Не воспользовался в должной мере Ни бытовые вопросы для себя Не смог решить И как жил в нищете Так и остался в ней В течение всего своего литературного творчества Это конечно даже Вот если соотноситься с сегодняшним временем Большой вопрос к русскому народу А он способен содержать Узнавать сначала своих гениев А потом обеспечивать им Хотя бы минимальное содержание Ненавязчивым вниманием И вот визитами Которыми замучили Достоевского В предпоследний год его жизни Просто Можно сказать Украли у него Возможность творчески работать Он еле успел закончить Братьев Карамазовых Свою последнюю фундаментальную книгу Последний фундаментальный роман За который собственно и получил Вот то колоссальное признание Которое вылилось В такую массовую экзальтацию Московской публики Которая лезла обниматься Целоваться Становилась на колени Целовала руки писателю Но что эта публика сделала До того момента И насколько длинна была Эта фаза восторженного принятия Вот сейчас я думаю Интеллигентствующая публика Вообще не читает Достоевского Потому что не понимает Зачем он нужен Тем не менее это Ключевой автор Для выработки Русского национального мировоззрения Без него Если вы не читали Достоевского Вы вполне Не сможете приобщиться К русскому мировоззрению То есть продолжить дело Своих предков А если так В какой же мере Вы являетесь русским Ну русским родится Невелика заслуга Мама, папа русский И я русский Заключает любой человек Но русским Надобно стать И для того чтобы стать Обязательно читать Достоевского Ну кто прочел романы Вот рекомендую Действительно Я получил Большое удовольствие От чтения Его писем И многие моменты Я думаю Может быть я использую Буду на них Ссылаться В своей дальнейшей деятельности История Русской истории Надо учиться По учебникам Выучить эту историю Нельзя По рассказам И бредням Придворных историков Тоже нельзя И сейчас Только начинается Переосмысление Русской истории Вне большевистском духе Потому что Большевизм Все переврал У нас по сути дела 19 век Только подходил К научным методикам Только подходил К научной историографии И к научной истории Асофии Только подходил И вот когда уже Возможность для Фундаментальных Исторических исследований Созрела Пришли большевики И переврали Оплевали Все на свете Кроме выдуманного Имя революционного движения Которого никогда не было Совершенно переврав Роль там Казачьих восстаний Пугачева Разина Всех этих Крестьянских бунтов И так далее Все абсолютно Было переврано И даже Пушкина Они революционеры Посвятили С декабристами Написали полнейшую чушь Вот сейчас идет Переосмысление Авторов Которые Занимаются Этим Переосмыслением Единицы Профессионально Пишущих Можно сказать Еще меньше Может быть На пальцах одной руки Можно Пересчитать Я Все время Рекомендую Книги Дмитрия Зыкина Вот я уже Представлял Книгу Перевороты Революции Она посвящена Не только Русской истории Зачем преступники Свергают власть Но и русской истории Тоже Как это все Происходило В разных странах В том числе И в России И вот Февральская революция Как военный переворот Вот об этом Но так же И в других странах Как все это Происходило Как происходило Во Франции Как происходило В Португалии И последние события Майданные события В Киеве Переворот в Египте И так далее Как свергали Шаха Более ранние истории Очень полезная книга Для тех Кто пытается Осмыслить А как вообще Происходит Смена режима Мы все Русские люди По-настоящему русские Жаждем Срочной смены Политического режима Срочной Потому что Россия И русский народ В условиях путинизма Погибают Как происходят Изменения Фундаментальные изменения Вот можно читать Они происходят В разном направлении В гибельном направлении Как февральскую революцию 17-го года В нашей стране Или в позитивную сторону Как например Генерал Франко Подавил республиканское движение И победил в гражданской войне В Испании Где большевики Тоже засылали туда Своих людей В том числе и русских людей Которые воевали На стороне неправды На стороне троцкистов Можно сказать На стороне людей Которые презирали Свою собственную страну И хотели для нее Какой-то иной жизни Которая Так и не состоялась И слава богу От этого испанцы Только выиграли К сожалению Они не смогли удержаться В рамках консервативного проекта Их монархия Выглядит Опереточной И пусть она Даже была восстановлена И пусть Есть монархические институты Но это Разумеется Не то Не то Что нужно России Россия Естественно Не должна брать Ни с кого пример Учиться-то можно У кого угодно В том числе И переворотом И революциям И национальной революцией Национальная революция Нам необходима Не в форме Большевистского смертоубийства А в форме Прежде всего Изменения Мировоззрения Изменения Массового сознания Массового неприятия Путинизма Либерализма Западничества Коммунизма Большевизма И социализма СМ Достоевского Что такое на самом деле Социализм в России Или там Шафаревич Не так уж мне нравится Его концепция Его анализ Социализма Потому что я считаю Что социализм Это не древнее явление А совершенно недавнее Вот только что выдуманное В 19 веке Выдумали И этим рецептом Можно сказать Просто поставили С ног на голову Весь мир Который рухнул В войны И революции На целый век И пока еще Этот век Не закончился У нас Столетие Государственного переворота 17 года Февральское Прошло Вообще Тихо И незаметно И государственная власть Ничего об этом Не сказала Потому что Они являются Наследниками Феврализма Поэтому они Стараются спрятать Своё преступление И преступления Своих предшественников Они абсолютно Нелегитимны Они самозванцы И мы должны Изучая историю Историю разных переворотов Это знать Еще одна книга Свежая книга Дмитрия Зыкина Большая игра Британии и США Против России Вот эта книга И здесь Как раз В основном Преподается Преподается Я подчеркиваю это Здесь не надо Никакой дискуссии Не нужно Никакой полемики Здесь преподается Истинная история В основном 19 века И до Февраля 17 Года Русская история Например О Крымской войне Что вы знаете О Крымской войне Кроме обороны Севастополя Вы не знаете ничего И кроме того Что режим Позорно проиграл Эту войну Вы не знаете ничего Да не проиграл Вот автор Убедительно доказывает Он основывается На документах Как Работает Как профессиональный Историк Но для широкой публики То есть Не испещряет Свой текст Многочисленными ссылками Потому что Это просто невозможно Тогда Вы не станете читать Историкам это будет любопытно И может быть Они тогда включатся В полемику Но до публики Эта книга Явно не дойдет И скорее всего Издатель ее просто Не станет Выпускать в свет Потому что Это невыгодно Но вот эту книгу Вы должны Должны найти Купить И прочитать О том Что такое Была русско-японская война Ах Проиграли русско-японскую войну Вы поймите сначала Чем была русско-японская война Или там вот Позорная сдача Порт-Артура Не было позорной сдачи Порт-Артура Основываясь на Фактической стороне дела Дмитрий Языкин показывает Что Не было позорной сдачи Была героическая оборона Подобная Севастопольской обороне И Закончилось-то все Фактически Поражением Японии Потому что Она не могла Дальше продолжать войну А Уступить пол Сахалина Пришлось Российской империи По одной причине Что Ценой Упрямства И упорства Была бы Мировая война На всех фронтах И на европейских И на дальневосточных Которые Россия конечно Не была готова Потому что Несмотря на то Что она входила В первую пятерку Четверку Стран Коалиция Которая сложилась В том числе И с участием Германии Создала бы условия Когда пришлось бы Отдать гораздо больше Чем половину Сахалина Потому что В войну бы включились И США Великобритания И Франция И многие другие Государства Которые Граничили Или не граничили С Российской империей Но мечтали о том Чтобы захватить Ее богатство И подавить империю Которая была Самой прочной И самой динамической Развивающейся На тот момент Как писал Гоголь Почти за век до того Обгоняя другие Народы и государства Куда ты Русь Как бойкая Необгонимая Тройка Несешься Вот эта тройка Опережала Всех Это было видно И закулисные силы Решили Не допустить Чтобы эта тройка Вырвалась вперед И уже Ее Никто не смог бы догнать Поэтому была И русско-японская война Поэтому была Так называемая Русская В кавычках На самом деле Абсолютно антирусская Революция С участием Массово вооруженных Из-за рубежа Уголовных элементов 905-го года Абсолютно Не русская Февральская Революция Антирусская И антирусская Антирусский Октябрьский переворот Несомненно Все Все это Цепь Цепь Единых событий Звенья Одного и того же Заговора Против России Внешнего И внутреннего Внутри Нашли На кого Опереться На пауперов На русофобов На Этнокриминальный Элемент На всех Ненавистников России Они смогли Их сплотить А русские Не смогли Выступить Единым фронтом Не смогли Понять Что произошло Не смогли Осмыслить Потому что Они не знали В том числе И свои собственные Истории И свое собственное Мировоззрение Они не смогли Довести до уровня Национального Может быть Просто не хватило Времени Но сейчас У нас есть Эта возможность Вот надо Прочитать Книги Дмитрия Зыкина Надо читать книги По русской идеологии Которые я представил Для того Чтобы быть Вполне русским И вполне осознанно Отвергать То о чем я сказал Отвергать Врагов Русской национальной идеи Русского национального Государства Кем бы они ни были Русскими по рождению Антирусскими По рождению Образованными Или совсем Не образованными Если даже Есть образование Направленное Враждебно В отношении Русских людей Это образование Пустое И оно Подтасовывает Истинное знание Для того Чтобы пропагандировать Что-нибудь Совершенно вредное Русскому народу И среди русских Находится много Дурачков Которые следуют Следуют этим Выдумкам Со всеми этими Ведизмами Со всей этой Выдуманной Дохристианской Историей Которой не было Не было Славянская история Была У наших предков Конечно Была своя история Но русского народа Тогда не было Были предки Русского народа Племена Которые потом Как-то соединились И накрепко Были соединены Только и исключительно Православной веры А без нее Были разрозненные Племена Которые и русскими Себя не называли Некоторые называли Себя русскими А название пошло От русской земли И где утвердилось Как раз православие До официального крещения Которое тоже там От большевиков Выдумали Вот насильство на Русь Огнем и мечом Это вранье Просто вранье Специально придуманное Вранье Что огнем и мечом Крестили Да нет За 200 лет До официального Крещения Православия Уже Или точнее Христианства На Руси Было И византийское Наследие Не просто так Упало в руки Русскому народу И русский народ Стал наследником Многовековой И многотысячелетней Истории Но не своего Собственного народа А всего человечества То есть всего Можно сказать Европейского человечества Европейской цивилизации Насколько мы владеем Этой историей Насколько мы ее Считаем своей Настолько и мы Погружены Вглубь веков Откуда и черпаем Вдохновение Для своего Национального бытия Сейчас Если мы от всего Этого отрекаемся И начинаем выдумывать Всякие бреда Той истории Которой не было То тогда мы отрекаемся От того что Мы являемся Интеллектуальными Моральными лидерами Человечества Что в общем-то Предписано России Руси Русским людям Если мы отрекаемся От этого Мы перестаем быть Историческим народом Мы уже потеряли Своё государство Уже его потеряли Какие-то надежды Вернуть себе Власть в России Ещё остались Но То о чём я предупреждал Ещё в 90-е годы Состоялось Биркой висит Россия Или Российская Федерация В скобочках Меленько Россия Но это уже не Россия Это уже Земля, которая Принадлежит не русским Богатство, которое Принадлежит не русским Не русским По мировоззрению Потому что Большинство русских Надо прямо говорить Большинство Предало заветы Предков Даже Недавних своих предков Век или два назад Или даже Просто вчерашних Своих Знакомых По личному общению Дедов и отцов Которые Видели Русскую миссию В рамках Советского проекта Они жили По-русски В советском проекте Не русском Во многом Антирусском Но они оставались Русскими людьми И вот жить так Как русские люди Должны жить Как предписывают Идеалы Они же все взяты Из девятнадцатого века Русская классическая Литература И в советское время Преподавалось В искаженных Во многих Элементах Формах Но тем не менее Преподавалось В девятнадцатый век Те нравственные Этические нормы И многие исторические моменты Преподавались Как русские И вы предаете И то и это И превращаетесь В совершенно выдуманных людей Выдуманного народа У которого Конечно Нет и не будет Государства Если вы не будете Заниматься тем Что называется Русским мировоззрением Читать книги По русской истории По русскому мировоззрению Статьи русских философов Русских Концептуалистов Нескольких Еще пару книг Я представлю Которые Не рекомендую Читать людям Неподготовленным Потому что Они ничего не поймут Да и книги Такой тут толщины Где-то Страниц Восемьсот И более Вот одна книга Леонид Ивашов Геополитика Русской цивилизации Вот такая книга Я начал ее читать Могу сказать Что Со многим Я не согласен Было бы у меня Больше времени Я может быть Написал бы Трактат Возражения Который Который Был бы Таким Уважительным Комментарием И уважительной Полемикой С Леонидом Ивашовым К сожалению Таким временем Я не обладаю Но надеюсь Что все-таки Из тех Тысяч и тысяч Выпускников Гуманитарных Вузов Все-таки Начнет Образовываться Какая-то прослойка Которая будет Заниматься Фундаментальными Основами Русского Мировоззрения А не распыляться На каких-нибудь Совершенно Нелепых Защитах Нелепых Диссертаций Которые Никому Не нужны И Ни уму Ни сердцу Ни даже Материальному Благосостоянию Не способствуют И еще Одна книга Нерусского Автора Тем не менее Важно читать И европейских Авторов Это Юрген Граф На пути К апокалипсису Что ждет Коренные народы Европы В том числе И русский Народ Здесь тоже У меня Достаточно Много Претензий По форме Я много Читал Европейских Авторов К сожалению Способностью Читать В оригинале Я не Обладаю И для этого Нужно было Может быть Себя посвятить Какой-то Другой профессии Ну вот Что могу Читаю В переводах На русском Языке И Не очень Устраивает Меня стиль Стиль Этих Европейских Мыслителей Даже правого Толка Они Очень плохо Разбираются В русской Духовной Жизни Они почти Ничего Не знают О русских Мировоззренческих Сочинениях 19 века Плохо Знают Русскую Классику И Полемику Между Либералами И консерваторами Славянофилами 19 века Они Не ощущают Даже если знают Они Не ощущают Ее смысла Но тем не менее Что касается Европейской Истории Современной Европейской Истории Которая Протекает У нас Перед глазами Книга Юргена Графа Является Чрезвычайно Интересной И важной И И Искание Консервативных Мыслителей Идеологов Европейского Происхождения Даже Юрген Граф Живет В России Если они Переселяют Сюда Очень важны Мы должны Понимать Как мыслят Европейские Консерваторы И видеть Где их Недостатки Где их Достоинства Резюмируя Скажу Что Русским Нужна Интеллектуальная Элита Потому что В информационном Обществе Нас просто Заливает Потоп Совершенно Некачественной Литературы Некачественной Информации Некачественных Стандартных Идей Которые Начинают Оседать В головах Не склонных К Интеллектуальному Труду Именно Люди Низкого Интеллектуального Уровня Подхватывают Разного Рода Выдумки Потому что Они усваиваются Проще И извиняют Отсутствие Всякого Внимания К русской Национальной Литературе Философской Идеологической Или Классической Литературной Классической Художественной Чтобы избавиться От этого Во-первых Надо отстроиться От всех этих Суждений Прекратить Их тиражировать И прекратить Полемизировать С этими людьми Низкого Интеллектуального Уровня Нужна Выработка Русской Национальной Элиты А поэтому Тренировка В том Чтобы продолжать Дело Того же Достоевского Или русских Философов Которые Хорошо Известны Надо исследовать Ивана Илина Читать его Писать По его Работам Обзоры Или Критические Разборы Применительно К современности Или писать В духе Ивана Илина Многим Не нравится Бердяев Тем не менее У него есть Великолепная Работа Новое Средневековье И много чего Еще В разных Работах Набросано Среди Мыслей Таких Завирально Сложных И запутанных Есть много Чистых Кристаллов Для русского Интеллекта Которые Можно взять За основу Для того Чтобы Дальше Продолжать Создавать Русское Интеллектуальное Богатство Много Других Есть философ Не буду Впадать В экскурс Истории Русской Философии Кто этим Занимается Знает Обилие Текстов С которыми Можно И следует Работать Нам надо Продолжать Русскую Философию Не исследовать Не рассказывать О том Какова Это философия Много Специалистов Развелось Которые Рассказывают Нам О том Что там Думал Ильин Или что Думал Бердяев И какие-то Убогие Интерпретации Пытаются Нам Представить Это История Философии А нам Нужна Собственная Философия И не История Идеологии А собственная Идеология Где Идеологические Сочинения Где Мы Их Видим Насколько Их Много Их Почти Нет Их Почти Нет И то Что Я предлагаю Это Не Часть Какого-то Мощного Потока Я бы Читал И представлял Эти книги Но я их Не вижу Я готов Если мне будут Присылать Какие-то Книги И люди считают Их действительно Достойными Представить Публике Я готов Их Прочесть И Кратко Представить Чтобы эти Книги Продавались Чтобы эти Книги читались И соответствующие Адреса По которым Можно их Приобрести Или скачать В интернете Я бы сообщал Но нет Этого потока Интеллектуального Базиса Поэтому Говорить о том Что Сегодня на завтра Произойдет Русская национальная Революция Потому что Этот режим Сыпется Невозможно Может быть И произойдет Какая-то Революция Но она В итоге Может оказаться Совершенно Нерусской Или возглавить Ее Движение Русской души Могут возглавить Абсолютно Нерусские Русофобски Настроенные люди К этому Уже готовы Коммунисты Социалисты Разных Мостей Которые Абсолютно Игнорируют Русскую Историю И Русскую Национальную Мысль Им не нужно Никакого Русского Государства Никакие Русские Национальные Интересы Их не волнуют Это общий Человеки Вот Социалисты Коммунисты Это общий Человеки Если среди Простых Коммунистов Встречаются Стихийные Русские Националисты Ну просто У них Природный Национализм Запудрено Вот этой Марксистско Ленинской Чушью То Люди Которые Привержены Именно К идеологии Социализма Коммунизма Пропоют Абсолютно Не русское Им не нужна Не нужно Русское Национальное Государство Русская Национальная Культура Продолжение Русской Цивилизации Им не нужно И уж если В Кремле Что-то там Сказали о русских Конечно От этого Никакой пользы Не будет Да Они и не говорят Они брякнули Что-то о русском Мире И притихли Замолчали Потому что Использовали Это как инструмент Для оболванивания Людей И продолжают Оболванивать В том случае Если понадобится Они снова Могут придумать Управляемый Русский Национализм Запутать Завести в тупик Русское Национальное Движение Перебить Всех Активистов Или рассажать По тюрьмам Или просто Погрузить их В чувство Разочарования Чтобы все Разошлись И от русского Движения Ну остался Какой-то Остов Еле живой Как вот сейчас Мы видим Что от русского Движения Мало чего осталось Если вы уж Совсем не можете Читать Ну хотя бы Доверьтесь тем Кто читает Кто является Носителем Русской идеи И помогайте им Чем можете Помогайте В организационной части Нужно строить Региональные Русские организации Как потом Сплачивать их На местах И строить Из них Вот эту Пирамиду Управляемую Из центра Конечно Этот центр Москва И больше нигде Этого центра Быть не может Здесь Интеллектуальные Ресурсы Сосредоточены И тогда Русское движение Восстановится Тогда можно будет Претендовать на власть А считать Что где-то На президентских Выборах Выскочит Выпрыгнет Какой-то Представитель Русских И составит Серьезную Конкуренцию Невозможно Сейчас Невозможно Потому что Нет Исчезла Вот эта Прослойка Русских Интеллектуалов Который Создает Русскую Идеологию Представляет Ее публике Русских Пропагандистов Практически Не осталось Есть Псевдо Русские Которые Нам Рассказывают Как замечательно Все было Организовано У Гитлера Который Еле-еле За десятилетия Перетянулся Своим Режимом И Совершенно Презирают Русскую Историю Русскую Национальную Они в рамках Управляемого Национализма Живут Припеваючи И всегда Жили Мы иногда Могли подозревать Что они Как-то наши На нашей стороне Находятся Но теперь Это все ясно Кто национал Предатель А кто Остается В рамках Русского Движения И стремится К тому Чтобы русские Вернули себе В России Власть И собственность Вот это И является Двумя нашими Главными Задачами И мы победим Только в том Случа Если будем Поистине Русскими Людьми Которые знают И любят Свою историю Свою культуру Уважают И ценят Русских интеллектуалов Русский интеллект Как таковой Русскую классическую Литературу Русскую Изучают Русскую Идеологию И следуют Тем Наработкам Которые В рамках Русского Мироззрения Выработаны И пригодны Для современности Русские интеллектуалов Русские интеллектуалов